Привет, друзья, девчонки и мальчишки! Если вы думали, что на этом скромном семейном празднике, который я вам показала, отмечая свой день рождения, на этом закончился мой день рождения, то вы, конечно же, ошибаетесь. Дело в том, что я решила 35, и как бы не просто должны пройти, но я решила, что мы сделаем девешник, и будет он посвящен в атмосфере биджи-парти. То есть все девчонки придут в своих пижамах с подушками, я тут уже буду развлекать. Легкая у нас выпивка будет пивами, но несколько видов шипучего вина типа сангария, закуски, я вам постараюсь показать, потому что закуски очень быстрые, я не собираюсь готовить. Все будет типа шведского стола, и мы будем просто сидеть, болтать, я надуваю много матрасов, мы закрываемся в бейсменте, я сделаю такую романтическую атмосферу, по крайней мере постараюсь, а потом мы будем смотреть фильм, но это по программе, я не знаю, как у нас там получится с нашими беседами и разговорами, у меня будет 4 девочки, включая меня, 5 человек, в общем, это будет супер, 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 35, отметьте мои 35, в общем, суперски, так, чтобы запомнилось. Так что, я постараюсь вам немножечко показать каких-то отрывочков, из того, что мне удастся снять в течение сегодняшнего дня. Сегодня, кстати, субботу, праздную я в субботу, для того, чтобы уже все как бы были отдохнувшие, и с другой стороны, чтобы на следующий день, в воскресенье, все могли отдохнуть. Так, а сейчас очень классная закуска, которую я увидела в магазине. Это сальса, но сальса немножечко необычная, потому что она идет на основе бобовых, можно на основе черных, на основе красных бобов, помидоры, конечно же, селандро, немножечко табаско, немножечко лимонного сока, слегка соли и немножечко чеснок. Так, чеснока, чесноку, короче, и чеснок. Ну, там по вкусу уже, по остроте. Все это взбивается на блендере или вот таком измельчителе, в общем, до состояния, которое вы любите. То есть можно в состоянии кашки, можно в состоянии, когда еще кусочки попадаются. Это уже по вашему вкусу. И подавать можно как к туститос, как можно просто на тортильи выстилать, можно просто с кусочками такого хлеба джебетт от прижаренных. В общем, как вам угодно. Вот такая тоже закусочка будет присутствовать сегодня. И еще забыла, мы добавляем синий лук. Вы можете добавить и обычный, белый, но у меня просто был вот синий лук, я его и добавляю. Синий, красный, кто как его называет. Все. Вот такая прелесть получается. Теперь я приготовлю овощной плейт, то есть нарезанные просто тонкими, тонко на ломтики овощи. И к ним будет хумус, который я сделаю сама. То есть в обычном рецепте, как делают хумус, у меня просто есть уже сами горгерин, господи, как они на русском. Ну вот сами горошинки вот эти, они уже у меня есть в банке. Я их измельчу тоже в блендере. С чесночком, с лимоном. Очень вкусно, если у вас есть тхина, тахини. Добавить он будет более нежный, более такой смузи такой будет. Но у меня нет. Поэтому будет просто лимонный сок, соль. Перец я не даю черный, чтобы не было этих крапинок. В крапинок черных оно не очень эстетично смотрится. Вот такая великолепная плата, плейт у нас получился. Огурчики, два вида перчика, baby carrots и браколы. Сейчас я сделаю непосредственно хумус, который будет стоять в отдельной чаше. И люди смогут макать либо сюда, либо в сальсу, которую мы сделали раньше. Очень интересная, простая и такая вегетарианская, и невегетарианская закуска. То есть абсолютно все всегда подходят на таких вечеринках. Жуют это очень удобно и очень недорого. Делаем блюдо с яблоками нарезанными. Это очень тоже хорошо идет. Хорошая закусочка. Сбрызнем лимонным соком, чтобы они не начали чернеть. И это тоже очень прикольно и просто. Вот что мы сбрызнем все лимонным соком. Я еще добавлю, у меня есть такой вот pumpkin pie mix. Здесь есть и ginger, и cinnamon. В общем, все такое. Такие интересные приправки, которые дружат с яблочком. Поэтому мы ими присыпем, этой приправкой, яблочки. И перемешаем все. Оливочки. Ну вот такой, в таком вот фужере красивом, большом. Теперь я делаю шпажки фруктовые, с бокачини. Это такой безвкусный сырок, типа моцареллы. У него вообще никакого вкуса нету, поэтому его обязательно нужно либо с соленым чем-нибудь, либо со сладким. Вот буду на шпажки такие вот насаживать. Теперь мы увидим, какая прекрасная закуска получится из зубочисток, огурчика и буквально там двух кусочков жамбона. Та-дам! Вот такая прелесть на зубочисточках. Тоже finger food. Так, сейчас я делаю тот spinach dip, о котором я говорила. Значит, там у меня пачка мороженого шпината, который я разморозила, хорошо очень выжила. Очень важно, чтобы был сухой шпинат. Если у вас свежий шпинат, вы должны его обжарить сначала, притушить, дать ему остыть, слить с него всю жидкость и только тогда использовать. В данном случае я рекомендую использовать мороженый. Он уже в той кондиции, в которой нужно, при этом у него не было никакой обработки термической, в плане горячей. Вот, я его выжила хорошо. Потом берете любой сыр, буквально это должна быть, просто это у меня порция достаточно маленькая. У нас будет всего 5 человек, каждый по кусочку, тут много не нужно. Значит, любой абсолютно сыр, который вы любите, вы можете здесь использовать. Дальше, ложка сметаны, ложка майонеза, ложка cream cheese Philadelphia, в данном случае я использую. И вообще еще здесь несколько, у меня есть капель лимонного сока. Люди многие используют просто, как chopped onion, нарезанный кубиками лук. Но у меня был в приправе жареный лук, сухой. Я его сюда добавила. Все мы это перемешиваем. И уже где-то за 15 минут до того, как должны прийти гости, вы это запихиваете, в общем, в духовку. Буквально на 10-15 минут, оно просто там должно немножко объединиться и выставляете. Это очень вкусно с хлебцами, с крекерами, просто с джабетой. Очень-очень вкусно. И, в общем, все очень большие фаны этого. В таком состоянии это заходит в духовку. Редактор субтитров А.Семкин